Тотальная зачистка. На территории бывшего кирпичного завода в селе и в Праксино идут работы по демонтажу всего, что есть на территории. Сотрудники налоговой службы и инспекции труда прибыли сюда с выездной проверкой. Налицо нарушение техники безопасности, то есть охрана труда, открытая проводка, поломанный выключатель, открытая розетка, прямой доступ, электроплита непонятного производства. В таких условиях трудится охранник завода. Единственный, кого удалось застать на месте. Вердикт специалистов – работать здесь опасно. Чтобы выяснить, сколько рабочих на заводе, отправляемся на поиски руководителя. На территории его не оказалось. У налоговых органов появилась информация, что здесь работают иногородние организации, в том числе, которые не имеют обособленных подразделений на территории города Астрахани. Мы решили посетить данный объект. На территории завода появляется представитель организации, которая ведет демонтаж. Борис Маслин представляется заместителем директора ВОЖского центра «Спецпромсервис». Ведет демонтаж вышедшего из технически пригодного состояния территории, демонтирует и будет очищена от ненужного производства. Объясняет, работы проводят по договору. Завод якобы арендует у ремонтно-строительной компании технику, но документов при себе нет. Предоставить их в трудовую инспекцию готов по запросу. Сколько у вас рабочих здесь работает? На данный момент у нас сейчас три машиниста-экскаватора и начальник участка здесь. Работа по демонтажу производится только с помощью техники? На сегодняшний день да. Нарушения в безопасности труда есть и в работе экскаваторщиков. У экипажа нет карточек специальной оценки условий труда и средств индивидуальной защиты. За их отсутствие руководителю на первый раз выписывают предупреждение. Если карточек у сотрудников не появится, штраф. Сумма от 5 до 80 тысяч рублей. Размер штрафа зависит от того, кто руководитель, должностное или юридическое лицо. Сейчас на территории кирпичного завода другие организации демонтажом не занимаются. Об этом говорит представитель Волжский центр спецпромсервис. Чтобы выяснить, законно ли ремонтно-строительная компания проводит работы в Астрахани, связываемся с директором организации. Он в Самаре. На сайте компании находим контактный номер телефона. Звоним. Человек на том конце провода представляется директором, но свою фамилию не называет. С протяжением какого времени ваша организация, Волжский центр спецпромсервис, выполняет работы на территории Астраханской области? Где-то в районе двух-трех месяцев. У вас обособленная организация на территории Астраханской области имеется? Нет, не имеется. Насчет планировали, не знаю. Пока что не готов сказать. Открывая отдел в другом городе, руководитель организации должен подать документы в местную налоговую службу. Таковы правила. И сделать это надо в течение месяца за дне открытия. Иначе штраф в размере 10 тысяч рублей. За нарушение порядка поставки на учет. Отсутствие регистрации сказывается и на персонале. У них не идет рабочий стаж. В ходе разговора с директором компании также выясняется, что представитель спецпромсервиса в Астрахани официально не числится ни в одном из филиалов компании. Ну это неофициально в любом же случае. То есть он как представитель там все или иные задачи организовывать. Вот и получается. Представитель хоть и наблюдает за работами на заводе, но ответственности не несет. Ни за безопасность экскаваторщиков, ни за качество проводимых работ. Поврежденный кирпич, который остается после демонтажа, можно использовать в качестве бута строительного камня. Его применяют для укладки фундамента. Контрольную закупку этого товара провели сотрудники налоговой службы. Был проведен закуп 60 штук полуторного кирпича на сумму 660 рублей. Представитель организации деньги получила, вызвала документы сопроводительные, но контрольную кассовую технику не применила. С 1 июля 2019 года каждый предприниматель обязан использовать кассовый аппарат. За это нарушение руководителю кирпичного завода грозит штраф в размере не менее 30 тысяч рублей. За первое полугодие 2019 года по Астраханской области налоговую проверку прошли более 300 организаций. Основные нарушения предпринимателей – отсутствие кассового аппарата, несвоевременное предоставление деклараций, долги по налоговым вычетам. Забывчивость или недобросовестность предпринимателей в первую очередь сказывается на работниках и клиентах. За один визит на кирпичный завод налоговая служба вполне может выписать штрафов на сумму около 120 тысяч рублей. Анастасия Лонькина, Руслан Срывченко, Игорь Нефиденко, Центр новостей.